Ну чего, осталось пару дней до нового сезона, и неужели инфа? Наконец-то да, сегодня Банжи выложили видок по сезону Скиталец и набору контента Шальные Пустоши. Давайте разберём всё по порядку. Меня, кстати, зовут Джонни Лейни, и это новое видео на канале Трипл Вайп. Итак, сезон Скиталец начнётся 5 марта, как и доступ к набору контента Шальные Пустоши. В чём разница? Напомню, контент сезона Скиталец доступен для всех обладателей дополнения Отвергнутые. Контент Шальных Пустошей будет доступен для тех, кто приобрёл годовой абонемент. Например, обладатели Отвергнутых получат доступ к 700 уровню силы, приватным матчам Гамбита, новым картам Гамбита и к экзотическому поручению на неизвестную пушку. Помимо этого, вас ждёт обновление ассортимента Тесс Эверис, новые триумфы и лор. Турниры Железного Знамени, сезонные пушки Авангарда, Гарнила и Гамбита. Стоп, какие пушки? Пистолет, пулемёт, Гарнила, Паук, Отшельник. Главный перк будет увеличивать урон этой ППшки после убийства из другого оружия. Что? Зачем? Кто такой просил? Вроде никто, но вот, получите. Кислород СР-3, скаутка от Авангарда, с улучшенным перком Стрекоза, урон которого будет увеличиваться в зависимости от того, сколько выстрелов в Крит вы прожили. В ПВЕ может годно заменить Полярное Копьё, например. Плюс мне напомнило Хэнк Джури из первой части. Ставь лайк, если помнишь. Годная вещь была. И 21% Делириум, пулемёт из Гамбита, хедлайнер этого набора. Шейлом на максималках. Убийство из этого пулемёта увеличивает его урон до перезарядки или смены оружия. Скиталец хорошенько постарался для нас в этом сезоне. Обладатели годового абонемента, безусловно, получат больше контента. Гамбит обзаведётся новым режимом, Прайм. Это такая, что потная версия Гамбита. Как сказали разработчики, обычный Гамбит был лишь подготовкой к Прайм-версии. В первые дни Прайм будет похож на обычный Гамбит, но позже будет становиться всё сложнее и сложнее. В этом режиме будет всего один раунд. Однако по накалу он будет гораздо жёстче, чем обычная версия Гамбита. Первобытников будет убивать сложнее, а от игроков будет требоваться больше концентрации и коммуникации. Никакого больше, это только первый раунд. Сразу пан или пропал. Разумеется, Прайм обзаведётся своим набором снаряжения, но особо выделить хочется броню. Дело в том, что в Прайме игроки смогут отыгрывать конкретные роли. И эти наборы брони из режима будут иметь перки, которые будут давать вам особые бонусы, зависящие от вашей роли. Давайте разберём эти самые роли. Рипер – главный по убийству мобов. В его задаче будет зачищать карту от противников как можно быстрее. Захватчик – знакомая всем нам роль по старому Гамбиту. Вторгается на территории противников, убивает их и по возможности вытаскивает их частицы. Коллекционер отвечает за сбор частиц и отправляет блокировщиков на сторону врага. И караульный – защищает команду от захватчиков и держит зону вокруг банка под контролем. Это такой антивторженец. Помимо этого, в игре появится новая эндгейм ПВЕ активность для четверых игроков – Суд, где вам предстоит отправиться внутрь артефакта скитальца. Сам по себе режим пока выглядит как смесь эскалационного протокола и рейда. Курировать активность будет уже знакомая нам Эмиссари, а в награду – сеты брони, модификаторы и лор от девяти. Смешно, но из всего этого вот перечисленного – самое интересное на данный момент лор. Камон, это же девять! Некоторые уже так обезумели, что верят, что это шайка призраков. Почитаемся. И да, матчмейкинг в этом режиме будет. Но сами понимаете, с рандомами – такое себе. Тем более, что в новом Прайм появятся боевые роли. А долгожданные так называемые контракты Сура будут на самом деле приглашениями от девяти. При выполнении которых вы будете собирать лор и различные награды. Появятся они в игре 15 марта. Кстати о датах. Главной, центральной датой этого сезона станет 12 марта. В этот день в игре стартует экзотический квест на Торн. Календарь, кстати, доступен на русском языке, забирайте. Что еще интересного о грядущих сезонах? Название последнего сезона – Сезон Изобилия. Напомню, что о нем инфы, разумеется, пока открытой никакой нет. Но мы можем смело предполагать, что он будет связан с историей императора Калуса, нашего старого друга. Соскучились? И из интересного отмечу квест с говорящим названием на перепутье. Это как раз тот самый, что на револьвер Торн. Ну или шип, как тебе угодно. Фишкой квеста станет некий переломный момент, в который нашему Стражу предстоит решить, на чьей он будет стороне. На стороне Авангарда или на стороне заигрывающего Силами Тьмы Скитальца? Пиши в комментариях, какую сторону выберешь, Страж. Не забудь подписаться на канал, чтобы быть в курсе всех новостей из мира Дестани и не пропусти следующий ролик. Он очень важен. Счастливо!